Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И уже 11 глава. В 10 главе мы с вами рассмотрели Талдот сынов Ноя. То есть сначала Иофета, которые ушли на север. Далее Хама, от которого родился Немрод и первый царь перед лицом Божьим, то есть пытающийся перехватить управление. Ведь враг рода человеческого отнял царское достоинство у Адама. Также Каиниты через смешение с дочерьми человеческими, дочери человеческие с сынами Божьими, тоже произошел перехват управления. Царское достоинство через разврат утрачено было. И возвращено через Ноя. Ты будешь благословлен, ты будешь управлять, животные тебе будут подчиняться. То есть Ной получил или вернулось ему то, те дары, которые Адам и царство сыновства было утрачено у сефитов перед потопом. Только Ной стал проводником. Но тот же и грех проник, и проник через Хамита. И он стал проявляться в Немроде. То есть враг рода человеческого пытался захватить власть над человеками через своих посредников. И вот этим посредником стал и Немрод, зверолов, уловитель. И он именно стал смешивать. Поэтому и город назвал-то Вавилон. Еще не было смешения. Собственно, Дух Святой, Господь, Отец, Сын и Дух Святой еще не смешали языки. А Немрод уже называет город Вавилон. То есть смешивал понятия, соединял их, унифицировал, как мы сейчас знаем. Унифицируется язык, унифицируется валюта, цифровые коды появляются. То же самое, думаю, и было и тогда. И в 11 главе повествуется, к чему же привела вот эта цивилизация, уже не Каиницкая, а Хамитская. Башня Вавилонская, смешение языков. Первый стих. «На всей земле был один язык и одно наречие». Это очень важно отметить. Один язык. То есть одни были понятия. И одно наречие, то есть способ передачи, способ стилистика одинаковая. И двинувшись, и все остальные, что касается нашего языка, орфография, стилистика и так далее, все было одинаково. Только Дух уже разнился. Ведь мы знаем оборотническое состояние религии. Мы символично понимаем, что враг рода человеческого, он пользуется теми же самыми символы, только коренным образом меняет содержание их. Например, образ льва. Мы уже говорили по этому поводу. Это может быть и Христос. И сам же Господь говорит, вот лев идет, рыкающий иски, кого поглотите. То есть оборотническая религия, она пользуется символикой православной церкви. Как это делают современные колдуны, знахари, именно покупают православные кресты и так далее. И что же здесь произошло? Вроде как был один язык, но уже было разделение. Вот в частности мы с вами говорили о таком имени, как Фалек. Когда Фалек произошло разделение, Сала родил Евера, а Евер уже понимает, что произошло разделение, и Каиницкая церковь опять возродилась в хамидском духе, то он уже дал название своему сыну Фалек. Но все равно у людей был один язык и одно наречие. И двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. Что значит двигаться с востока? Мы знаем, Каин пошел на восток, то есть он пошел против Христа. Как это пошли фарисеи, саддуки и законники, они пошли на Христа. Сам Господь говорит, идите по мне, не идите на меня, а идите по мне. То есть исполняйте то, что я вам заповедую. А тот, кто идет на Христа, тот, кто идет для того, чтобы закабалить, для того, чтобы исказить, реформировать устои церкви истинного жертвенного служения и сделать их паразитарными, жить за счет других, вот это люди двигаются с востока. Они нашли в земле Синаар равнину, поселились там и сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. Не подумайте, дорогие братья и сестры, что люди послепотопные, которые в своей техногонии, то есть стремлении к техническим средствам достигали, есть мнение, что были уже и космические какие-то предметы, и самолеты, и очень много таких в интернете указаний, правда или нет. Но то, что люди были безумными, это неправильно. Они намного были умнее нас, как мы уже упоминали о некоторых артефактах, которые невозможно получить на земле у нас. Там в том числе и огромные здания, как это в Атлантиде находят, громадные гранитные плиты, как и египетские пирамиды. Пирамиды в Китае различные находят останки больших людей, черепа огромного размера, кости бедровые и так далее. Все это говорит о том, что люди действительно достигли определенного технического развития, но не для спасения души, а для искусственного рая. И то же самое здесь. Построить себе здание, построим город и башню высотою до небес, то есть опираясь, на мой взгляд, на принципы божественные, но с оборотническим смыслом. Как сейчас уже используется, настолько техника достигла своих высот, что человеческие органы могут пересаживать, менять их, выращивать, даже соединять одно человеческие гены с животными генами. Военные испытания ведутся, звуковые всякие. Это все похоже на вот это построить до небес, то есть пользоваться законами без благословения Божьей. И сделаем себе имя. Вот он ответ. Сделаем себе имя. А разве не делают себя имя сейчас политики, различные деятели, которые пытаются себя позиционировать великими мудрецами, получают нобелевские премии за развитие той или иной атомной электроэнергетики, но этот же атом используют для уничтожения всего человечества, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. То есть сделаем себе такую систему взаимодействия, чтобы никто и быть под контролем, быть, действовать вместе на божественных принципах против самого Бога. Вот так можно перефразировать. И сошел Господь, посмотрите, если бы это угодно было строительство в башне, разве Господь бы смешал языки? Нет. То есть само строительство вавилонской башне, то есть мы сейчас даже говорим так, электронный концлагерь, вавилонский концлагерь. И сошел Господь посмотреть на город и башню, город и башню, в которой строили сыны человеческие. То есть сыны человеческие строили, пытаясь стать незаконно сынами Божьими. Как это Ева получила. И будете богами. Будете как те, которые знающие. И тут древо познания доброго и лукавого. Опять человек без благословения Божьей пытался проникнуть. И сказал Господь. Вот здесь шестой стих очень важный. И седьмой стих. И сказал Господь. Единственное число. Заметим. Вот один народ и один у всех язык. И вот, что начали они делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. То есть проникнуть в тайны Божьи и стать вечными поразителями. За что был изгнан Адам и Ева из рая? Для того, чтобы зло не стало вечным. Если бы Адам и Ева были оставлены в раю и проникали бы в законы, и без послушания, без терпения, без любви, а цель всего послушания, это было проявить любовь, то, соответственно, человек, имея потенциальными возможностями больше, чем сатана, он стал бы выше сатаны и хитрее сатаны. Если уж сатана насколько хитр и настолько обманчив и лукав, то тем более человек мог стать выше даже самого сатаны в злодеяниях своих и, в общем-то, усовершенствоваться не в добре, а во зле, противодействуя своей сущности. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которую сыны человеческие строили, и сказал Господь». Еще раз. «И сказали они», видите, в 4 стих, это «человеки». «И сказала жена», «и сказал». То есть люди хотели быть подобными Богу, подобно тому, как сам сатана схотел быть равен Богу. В русской народной сказке о золотой рыбке «И пусть рыбка у меня будет на посылках». То есть не остановились бы в равенстве. Сатана, если бы Господь даже сделал его, что немыслимо, равным себе, то сатана бы, как эта старуха, сказала бы, «пусть рыбка, то есть Бог будет у меня на посылках». Так вот, возвращаясь, «И сказал Господь, вот один народ, сойдем же и смешаем там язык их». То есть «И сказал Господь», 6 стих, единственное число, «сойдем же и смешаем» – множественное число. Если мы откроем первую главу Библии, мы опять вспомним указание на Пресвятую Троицу. Это уже третье яркое указание на Пресвятую Троицу. «Бог у нас один по сущности, вначале сотворил Бог небо и землю». Берешит барай лохим. И 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека». Единственное вносство. То есть 1, 26 стих 1 главы. И 11 глава, 6-7 стих также указывает на Пресвятую Троицу. «Смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Что же это за такое действие? Это смешение, объединение во зле. То есть это не… Можно, конечно, грубо понимать, что была понижена некая способность человека понимать и различать звуки. То есть одному народу давал так понимать звук, другому так. Третьи и люди неправильно расшифровывали звуки. То есть один и тот же звук. Но французы, если слышат мяуканье котенка, они говорят по-своему. А русские слышат, они говорят мяу. А у французов мяу по-другому звучит. У немцев по-другому звучит. У звук кошка произносит один и тот же звук. Одна и та же частота. Но каждый кошку называет по-разному. В Китае по-другому кошку называют. Поэтому определяют мяуканье и гавканье и так далее. Каждый народ по-своему и расшифровывает. Так можно грубо, можно так перефразировать немножко. Косвенное доказательство. Но в любом случае произошло непонимание. Люди во зле уже не способны объединяться. И рассеял их Господь оттуда. Смотрите, у нас Вавилон кто первый назвал? Вавилон назвал царство вначале. Это не врод. И если там людей рассеял, рассеяние, именно рассеял для того, чтобы объединить во зле, то здесь Господь рассеял для того, чтобы в день Пятидесятницы объединить людей в проповеди Христа. Вот как интересно. То есть Господь зло обращает в добро. То, что было рассеяние в момент Пятидесятницы после воскрешения Господа и вознесения Дух Святой, хотя и апостолы говорили на разных языках, но они говорили об одном и том же. Призыв к покаянию и проповедь о воскресении. Посему дано ему имя Вавилон. Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял Господь по всей земле. Родословие Талдот-Сима тут же после башни. Родословие Хама оставляется. Родословие Иофета оставляется. Мы уже видим, что нас интересует родословие Сима. То есть Господь из Евера, сейчас мы это увидим, выбирает себе через тоненькую ниточку, как из многого родословия, и Каиницкой, и Сефицкой, или Авелевой, который выбрал только Ноя. Также здесь через тонкую ниточку Господь избирает Авраама. Как же это делается? Вот родословие Сима. Сим был 100 лет, родил Арфаксада, через два года после потопа. По рождению Арфаксада Сим жил 500 лет, и родил сынов и дочерей. Смотрите, сколько долгожителей? 500 лет. Несмотря на то, что Господь сказал, что жизнь будет 120 лет, но это не относится ни к Ною, ни к Симу, ни к Хаму, ни к Афету. Они были долгожителями для того, чтобы опыт жизни Духа Святаго, опыт страха Божия передавался из поколения в поколение. Сим оставался долгожителем и прожил 500 лет. То есть, в общей сложности 600 лет. Арфаксад жил 35 лет, но это масорецкий перевод, поэтому в скобочках, вот в Библии, которую мы читаем, Бруссельское издание, в скобочках это более достоверные данные, это перевод со славянского текста. 135 лет, поэтому я буду перечислять именно то, что в скобочках. Арфаксад жил, Арфаксад, 35 лет и родил Каинана. Очень интересно, опять у нас Каинан вспоминается. По рождению Каинана, то есть Каинан, не будь Каином. То есть, Арфаксад все правильно понял, что Каиницкий Дух ему не нужен. Он пытается избавиться от него через своего сына. Ты не будь, не подражай, будь проводником благодати, опыта жизни в Духе Святом, а не паразитарного образа. Арфаксад жил 330 лет. Вот как долгожитель тоже уже, но уже меньше, видите, наполовину. Если его отец 600 лет, то Арфаксад уже только 300 лет. Родил сынов, дочерей и умер. Каинан ждыл 130 лет. Видите, уже третье поколение. Все, возвращаемся к 120 годам. 130. Родил Саллу. По рождению Саллы Арфаксад жил 430 лет. И родил сынов и дочерей. То есть, за благочестие Господь дает и долгожитие. Салла жил 130 лет. Родил Евера. По рождению Евера Салла жил 403 лет. И родил сынов и дочерей и умер. Евер жил 134 года. Родил Фалека. И по рождению Фалека Евер жил 430 лет. И, соответственно, родил сынов и дочерей и умер. Нас интересует Евер. Здесь говорится про Фалека, повторяется, про Рогава, про Серуха. И теперь уже про Нахора. Мы приближаемся к родословию уже Аврама. Нахор жил 79 лет и родил Фарру. По рождению Фары Нахор жил 129 лет и родил сынов и дочерей. Фара жил 75 лет, родил Аврама, Нахора и Арана. Вот весь этот талдот, который перечисляли мы от Ноя, Сима, Хама и Афета, вдруг все родословия исчезают в Библии. И к 27 стиху остается талдот Фары. Фары – это отца Аврама. Фара родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рожденного своего, в Уре Халдейском. Ур Халдейский – это между тигром и Ефратом. Аврам и Нахор взяли себе жен, имя жены Аврамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки, отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. Здесь указывается на то, что сразу же Господь Аврааму посылает определенные испытания. И уже завершая 11 главу, сразу переключимся на Евангелие от Луки. В Евангелии от Луки, которое идет, родословие Иисуса Христа в 3 главе с 23 по 38 стих, говорится по восходящей. И по восходящей Господь, потом доходит до царя Давида, потом от царя Давида до Авраама. И от Авраама, посмотрим, Авраам, сын Есромов, Фаресов, Иудин, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малелилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. То есть, видите, очень важно здесь указать, что родословие, Моисей ведь на горе Синай писал, и ему очень важно было повествование начинать от Адама и завершить Авраамом. Все остальное родословие не касается, потому что Господь наш Иисус Христос, Он пришел из рода Еверова. И именно традиция отвержения каинистского духа, именно Евер, Он один из тех, кто не участвовал в строительстве Вавилонской башни. Это тот, который противодействовал каинистскому духу, то есть хамитскому духу, и не участвовал в вавилонском домостроительстве. Господь сохранил его род, сохранил его родословие Талдот, и по этому Талдоту и идет передача опыта жизни в Духе Святом. Следующую главу мы уже рассмотрим Авраама и его возрастание по заповедям блаженств, его духовное возрастание. В чем же заключается этот Дух Святой? Как возрастать духовно, чтобы не участвовать, быть участником в этом электронном вавилонском концлагере? Чтобы нам сохранить веру нашу православную, будем обращаться к вере Авраамова. Аминь. Здравствуйте, я Ирий Анатолий Слабочиков, наследник храма святителя Николая Тютятворца, село Плесы. Приглашаю вас на молитву соглашения, которая проходит в нашем храме. Мы читаем Акафис Николаю Чудотворцу. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним, ко Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве. Всего доброго.